19 января на один из магазинов Славянска на Кубани было совершено разбойное нападение. Но украсть грабителям так ничего и не удалось. Продавец оказалась не робкого десятка и дала преступникам жесткий отпор. Подробности этой истории в нашем следующем материале. Дело было поздним вечером 19 января. В один из городских магазинов зашел молодой человек в медицинской маске и попросил бутылку спиртного. Пока продавец искала товар, злоумышленник достал пистолет и, угрожая оружием, вежливо попросил отдать ему кассу. Продавец оказалась не робкого десятка. Отдавать кассу злоумышленнику она не собиралась. Поняв, что пистолет пневматический, женщина стала тянуть время, а когда преступник замешкался, сама напала на него. Коньяк, кассу. Ну что, надо снять этикетку? Кассу я сам. Нет, нам надо снять этикетку. Кассу дайте быстрее. Ты чё, ***, а? Пошёл отсюда! Произошедшая женщина сейчас вспоминается смехом. Правда, тогда было совсем не до веселья. Своё лицо попросила не показывать, чтобы не было лишних вопросов у покупателей. Он сказал, кассу давай. Я сначала не расслышала, не поняла, думаю, в смысле, какую кассу, ну что за приколы. А когда увидела пистолет, думала игрушечный. То есть настолько всё, ну то есть не думавши о том, что вообще у нас в городе может кто-то прийти с оружием в магазин и, как говорится, ограбить его. Ну, секундно у него там замешательство, опустил голову. Я разворачиваю, бутылку переворачиваю и со всего маху бью ему, естественно, по лбу. Сейчас, конечно, смешно. Тогда нет. Тогда меня трясло так, чтобы мне казалось, воздуха нету нигде ничего. То есть корвалолом отпаивали, всё. Просто инстинктивно, как сказать, вот сработало на то, что надо что-то сделать, чтобы его остановить. Значит, ну, не знаю почему, но вот так я поступила и так сделала. Преступника удалось задержать по горячим следам. Как оказалось, он действовал не один, а вместе с другом, который в магазин зашёл первым, чтобы разведать обстановку. Как объяснили грабители, на преступление их толкнуло желание расплатиться по кредитам. В отношении горе-грабителей возбуждено уголовное дело по статье 162. Второй части 2 Уголовного кодекса России. Разбойное нападение. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы. Кредиты придётся теперь погашать из-за решётки. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».